Собрались как-то и пошли четверо друзей в лес Который оказался ядовитым Съела этот грейбок из рук хозяйки и утонула в реке Похитил её и её, ой, говорила не трогать эту свечу Ааа, что же тут происходит? Да, ну вы чё, это же простая фотка Что там? Какой ужас! А где реки? Дверь открывается сама А я говорю, не дурашка Пока они не раздерывают это кресло А я тебе говорю, дурашка, ты дурашка Я говорю, нет, тёть Софи, я мечу дурашку Уничтожу кресло Так, девочки, правда, хватит трэшить Давайте лучше чем-нибудь займёмся А не нет, и уже ночь, чем мы займёмся? Хочется Аню дождаться Тем более, сегодня, внимание, на главном канале Мэджик Фэмили Вышел супер-мега эпичный влог И нам с Рикки нужна ваша поддержка Если вы посмотрите тот влог и наберёте там много лайков То в следующих влогах я снова отправлюсь на прогулку А я отправлюсь на свою самую первую прогулку в жизни Пора выходить из депрессии по лаке и начать жить Так что поддержите нас с киской Алиской На вас вся надежда Самое смешное там было, как тётя Софи Повисла попкой на дереве Неправда, самое смешное было, как дурашка её мечу залезла на дерево и съела гриб Нет, самое главное было там это соревнование, кто быстрее А зачем вы раскрываете все секреты? И правда, хорошо, что мы не сказали самое интересное Короче, ребята сами потом сходят на канал и посмотрят Ссылка там Так что мы будем делать ночью, пока Аня нет дома? Может поспим, кстати, а где Аня-то? Ты чё, Алиса, Аня же пошла ночью снимать страшастик Страшастик? Ну да, для своего канала Аниматчик Вроде бы он вышел, или завтра выйдет Обожаю страшастики Да, я тоже люблю Так чем мы займёмся одни ночью дома? Предлагаю рассказывать страшные истории на ночь Друг другу Мне кажется, будет интересно Страшилки на ночь, это интересно Ой, чьи это тут комментарии? А давайте ещё так, тем больше лайков, тем быстрее продолжение Так, надо где-то найти свечку А зачем нам свечка? Ну, ночь, страшилки, одни дома Точно, давайте возьмём свечку А теперь её надо зажечь Свечка? Так, да, теперь нам нужны спички Теперь я не просто покемон, я ещё и Ванга Её принесла вам, тьфу, спички Отлично, Юмичу, молодец Так, теперь нам надо будет их как-то зажечь Ага Тьфу, блин, киса Алиса напугала Я хотела напасть на твой хвост Страшилки, начинаются Ещё ничего не начинается Не трогай мой хвост А я хочу дыхать твой хвост Тогда мальчики не пойдут смотреть влог Не наставят лайков И ты не пойдёшь гулять Нет Ну и всё, отстань Всё, вроде бы готово Миша, ну ты даёшь Ты просто иногда поражаешься ей сообразительностью Она зажгла свечку Как? Ты чё, дракон, дыханием огня? Нет, просто спичками Мне кажется, или штора зашевелилась Блин, может не будем? Я хоть и покемон, но я реалист И верю в физику Если штора шевелится, значит за ней кто-то стоит И это кто-то живой шевелит её Но проверять пойдёт всё равно, Эйвен Супер, Эйвен, бро, всё проверит Пахнет, по крайней мере, кисой Алисой почему-то Эй, эй, маленькое привидение, выходи Бу Бу-бу-бу Я пошёл Короче, если где-то шевелится штора Это всё киса Алиса Как маленькая, ей-богу Да ей же даже года нет Бу Ну ладно, ладно, простите Смотрите за то, как у меня кресло вертится Ну что, начнём? Да, поехали А я вот и еду к вам обратно Ого, круто Как это работает? Эээ, ну что, кто первый начнёт рассказывать историю? Чёрт, не я первая Но, но, я попозже присоединюсь Может быть начнём сначала? Миша или ты, Эйвен? А давайте, ребята, чтобы было честно Начну я, это же была моя идея Собрались как-то и пошли четверо друзей в лес Четыре маленьких, добреньких собачки А с ними пошла и хозяйка Интересное начало Так, и чё было дальше? Чтобы история была страшной С ними должно что-нибудь случиться Из четырёх друзей было трёх девчонок и один парень, Ваня И давайте он потерялся Молодец, кисел Алиса Ванюша потерялся А кругом страшный лес Ваня очень переживал и пытался найти своих друзей Он шёл по их следам Даже запрыгивал на пенёк Но нигде не мог найти их Он очень испугался Нет, во-первых, я Эйвен Во-вторых, я бы не потерялся А с чего ты взял, что это про тебя? Эээ, ну ладно Но парень Ваня был очень умный И поэтому быстро нашёл свою хозяйку и подруг И они отправились гулять дальше Ну эээ, Иван Что? Так же неинтересно Ну ладно, вдруг одна из девочек по имени Маша Нашла гигантский жуткий муравейник И пошла рассказать об этом всем своим друзьям Но муравейник этот был необычный А муравейник-пожиратель Вау, муравейник-пожиратель А кого он жрал? Ну, муравейник-пожиратель Что за бред, Софи? Ничего не бред Так вот он пожирал Любого, кто к нему подойдёт И вот к нему подошла бесстрашная девочка по имени Юля Но хозяйка отогнала её И бесстрашную Софию она тоже прогнала Но Софии было очень интересно Юми, чё теперь? Юля, ага, смешно Вы же сказали, это не про нас Я не хочу быть Юлей В смысле, Юля нормальное имя, но я же Юми Ребята, это невозможно Вы не даёте истории развиваться Только и болтайте И спорите Давайте уже по порядку Короче, Юля залезла на муравейник-пожиратель Но хозяйка её вовремя спасла Просто гениально Каждый выгораживает себя Так никогда ничего не произойдёт С страшной историей Бесите меня Давайте я продолжу Ну, давай, предложи что-нибудь Самая глупая девочка Юля залезла на дерево И не могла слезть И чуть не упала И не сломала все ноги Ну, ладно Хозяйка её в этот раз спасла Но потом они увидели волшебный грейбок Который оказался ядовитым И самая глупая девочка Юля Съела этот грейбок из рук хозяйки И больше её не видели Мальчик Ваня никак не мог забраться на дерево Чтобы успеть за остальными Он отстал от них и потерялся Потерялся и его больше не видели А хозяйка их пошла купаться И не смогла выбраться И утонула в реке Девочка София была такая толстая Что не могла взобраться на баревно А девочка Маша ушла от неё Чтобы найти хозяйку Чтобы та им помогла Но хозяйку она не нашла Ведь та утонула Юлю и Ваню тоже И Маша решила вернуться к баревну Но Софии там уже не было Потому что когда она взобралась на баревно Она наткнулась на гигантский муравейник-пожиратель И он её сожрал Её тоже никогда больше не видели А девочка Маша осталась одна Долго пыталась перелезть через баревно Но сломала себе лапу И заблудилась лесу Какой кошмар Вот это была страшная история Реально Это был просто ужас Да уж на самом деле страшная история Мне не понравилась эта история Ой, ну какие же они зануды Сами хотели страшную историю на ночь А мне понравилась А по-моему это было слишком История до мурашек Давай ещё олезги Нет, Юмичу, эта история была не до мурашек Она была какая-то садистская Зато было страшно А давайте хозяйка не утонула А повстречала лесного демона Который похитил её и её, ой И её хомячка И друзья отправились на их спасение Чё я вспомнил, ребята? Чё? А, Аня говорила не трогать эту свечу Потому что она Исполняет сказанное Я вспомнила То есть Серьёзно что ли? Я в шоке То есть всё, что мы сказали Может исполниться Ой-ой-ой А как так? Какой кошмар Слышите? Ага Что это? Странный звук А вдруг это уже лесный демон Пришёл похитить Аню? И Рики А не нет, а Рики тут Будем лаять и пугать его Чтобы он сюда не проник Кто-то открывает дверь Слышите, там кто-то есть Так, я не боюсь Я Супер Рэйвен бро Я пойду сейчас и посмотрю Не боюсь Ну что там? Это очень странно Но за дверью никого. Может она с ума открылась? Не похоже. И что нам делать теперь? Ребята, ребята, что же нам теперь делать? Если эта свеча действительно что-то там исполняет? Может быть стоит ее потушить? Может быть нам надо куда-то спрятаться? Куда мы тут спрячемся? Мы в комнате. А за дверью какое-то нечто. Вот мы попали. Так что будем делать? Миш, ты зажигала свечу? Ты ее и туши давай. Ладно, хорошо, затушу. Вроде все. И может быть ничего не случится, да? Ну типа мы потушили свечу. Может типа ничего не произойдет? Будем надеяться на это. Опс. Ааа, что же тут происходит? Почему газ не свет? Мамочки. Но фонарики вроде горят. Значит это не свет отключили. Я поэтому ажирую с мертвой. А что это такое-то? Что свет-то мигает? Давайте делать вид, что ничего не происходит. Это как-то не похоже на то, что ничего не происходит. Молчи, Юмичу. Вот блин, мы попали. Это что еще такое? Кажись мы попали больше, чем мы думали. Я не хочу смотреть. Скажите, что там? Ребят, я не смотрю. Скажите, что случилось? Тише, Лиз, тут эта свеча. Она загорелась сама. Нам конец. Вы слышали? Смотрите, там фотка с этими какая-то упала сама. Думаешь, сама по себе упала? Или лесной демон. Интересно, что за фотка? Кто-то должен посмотреть, что там. Ну не я. Да ладно, вы что, это же просто фотка. Сейчас посмотрим. Чуть никак не переворачивается. Ну что, Софи, что там? Я на это смотреть лично не хочу. Не понимаю, как такое может быть? Так что там? Видите, сами смотрите. Вот это реально не шутки. Какой ужас. Это же Аня. Что у нее с глазами и ртом? Что это за черные кресты? Кто-то налил на нее порчу? А вдруг она не вернется домой? Погодите, ребята. А где Рики? Черт. Где Рики? Куда он делся? Из комнаты он не выходил. Так что он где-то здесь. Давайте его искать. Он точно должен быть где-то тут. Правда, правда, точно. Давайте искать Рики. Он не мог просто исчезнуть. Рики. Может он, правда, спрятался за коробками от страха. Может он где-нибудь под лежанкой? Рики. Или куда-нибудь залез в лежанку? Может быть тут Рики, Рики, Рики? Фу, а нет, его тут нет. Где он может быть? Он же слышит, что мы его ищем. Он по логике должен выйти к нам. Но его тут нигде нет. Рики. Ну что? Нет, тут тоже нет. Черт. Может покемона спрятался? Моего покемона точно поищи там. Ищу, но вроде бы ничего. А может быть тут притворяется покемоном среди остальных? Нет, тут тоже его нет. Это ужасно. И Ани нет. Мамочки, помогите. Кресло крутится само. Это не я его раскрутила. Оно само закрутилось. Шок. Жесть. Смотрите, дверь опять открывается. Может это Аня? И ничего не говорит? Ой. Ой-ой-ой. Юмичу, аккуратнее. Аня бы что-нибудь сказала. Дверь открывается. Сама. Там никого нет. Бежим, ребята. Не боимся. Мы должны найти Аню, чтобы она нашла Рики. А вдруг ее уже похитили? Кисалиса, сторожи дом. А вы уверены, что в ту сторону? Да, ты прав, Эйвен. Выход же справа. Кисалиса, удачи. Пойдешь мертвой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Свеча потухла. Свет опять мигает. А, 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 а это кто? Что за ужас? Мутааа. Ааа. Ой-ой. Не смотарить. Бежать. Мамочки. А, кто вы? Бегом. А тебе главное пора бороться к двери. Если хочешь продолжение страшных историй от волшебных питомцев, ставь лайк этому ролику. Много лайков, быстрее продолжение. И скорее беги смотри полную версию эпик-влога из лесной чащи на канале Мэджик Сэмэли. Пиши свои магические комментарии, голос в вопросике. Увидимся.